МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Матюшенко, здравствуйте, Анатолий Иванович. Добрый день. Какие темы стали основными на Сибирском экономическом форуме в этом году? Вы правильно сказали. У нас традиционный Сибирский энергетический форум. Проводится он уже много лет. Сначала в рамках краевого форума. 13-й год подряд он уже превратился в площадку Сибирского энергетического форума, на который собираются специалисты всего Сибирского региона. Обсуждаем проблему развития большой энергетики, малой энергетики, возобновляемой энергетики, обеспечения городов и населенных пунктов теплом, вопросы газификации, развития нефтегазового сектора, ну и, естественно, вопросы энергоресурсов сбережения и зеленой энергетики, а также использование вторичных ресурсов в виде тех отходов, которые сегодня производит человек, и промышленность. То есть это и древесные отходы, и продукты жизнедеятельности, животноводства. То есть очень широкий спектр вопросов привлекаем молодежь, студентов для участия в нашем форуме, потому что это будущие энергетики, это будущие специалисты. А сказались ли на программе этого года и тематики санкции, разворот экономики России на Восток? Да, вот интересы вы подметили, совершенно правильно. Практически во время всех дискуссий мы этот вопрос задаем нашим участникам, как сказались на выполнении всех наших намеченных программ и планов, вот эти моменты внешнего фактора. Но в большинстве своем наши компании отмечают, что как бы заранее готовились и используют практически российские сегодня аналоги, или что-то добавляем из тех стран, которые до сих пор сохранили с нами нормальные партнерские отношения. Это Китай и Индия. То есть нет ни одной как бы жалобы, чтобы сказали, а вот нам «Сименс» перестал подставлять, и мы остановились в своем развитии. Такого мы не услышали. А какова вообще стратегия развития энергетики Сибири? И в чем специфика региона? Ну, специфика региона Сибирь – это энергетическая кладовая всей нашей России. Здесь большие гидроэнергоресурсы, большие запасы бурого энергетического угля, громадные запасы нефти и газа. Поэтому это кладовая энергетических запасов. И как поднять, как рационально использовать, как получить максимальный КПД от использования всех углеводородных продуктов при получении энергии – как раз тематика нашего разговора на круглых столах. Поэтому сегодня мы движемся вперед. Буквально, вот я могу констатировать, поскольку я изначально стоял в истории создания и развития наших форумов, что современные технологии действительно сдвинули нашу энергетику вперед. Красноярский край – энергоизбыточный край. Мы производим больше, чем потребляем. Готовы еще передавать энергию за пределы края. Но есть проблемы в передаче, то есть есть проблемы в недостаточном развитии электросетевого хозяйства. Как раз сегодня мы на круглых столах и говорим об этом. О строительстве новых линий электропередач высокого напряжения класса 500 кВт. Реконструкции подстанции для передачи мощности. Поэтому энергетика края и Сибири развивается, и это радует. Есть, конечно, проблемные вопросы, связанные с экологией сибирских городов. Об этом тоже мы сегодня говорим на наших круглых столах. То есть, решая вопросы большой энергетики, замещения малых котельных, замещения печного отопления у населения через газ, электроэнергию и централизованное подключение, мы решаем вопросы качества жизни сибирских городов. А если говорить о приоритетах государственной энергетической политики в Красноярском крае, каковы они? Главная задача произвести не только для Красноярского края, но в целом для обеспечения экономики развития всей Сибири, но, естественно, и России. Поэтому те большие проекты развития промышленности, например, золоторудные месторождения на территории края, значительно будут развиваться. Сегодня мы говорили о строительстве новых линий высокого напряжения к этим объектам, для того, чтобы обеспечить производство новых металлов, не только золота, но у нас целая группа цветных металлов на территории края. И сегодня основная проблема медленного их развития – это как раз недостаточная обеспеченность сетевым хозяйством. Поэтому на территории края будет строиться ряд достаточно длинных сетей высокого напряжения. Кроме этого, через территорию края проходит часть Байкал-Амурской магистрали, ветка Абакан-Тайшет. Мы знаем, что сегодня ориентир на восток. Значит, нам необходимо обеспечить электроэнергией развитие этого железнодорожного хозяйства, то есть строительство второго полотна железной дороги, обеспечение электроэнергией тяговых подстанций. Это вот как раз развитие российской экономики и как раз движение на восток. То, о чем вы, собственно, задали вопрос. Вы уже сказали, что на форуме обсуждают, конечно же, вызовы, с которыми сталкивается топливно-энергетический комплекс Сибири в современных экономических и геополитических реалиях. Все-таки какие из этих вызовов вы бы особо выделили? Как вы их можете обозначить? Ну, я бы хотел сказать, что вот сегодня коллективы всех энергетических компаний, работающих на территории края, они неожиданно оказались готовы к тем внешним факторам, о которых вы спрашивали. То есть, во-первых, у нас наши планы по развитию и модернизации тепловых источников, по капитальному ремонту и модернизации гидроэнергетических мощностей, например, Красноярской ГЭС, они как раз не получили каких-то тормозов от внешних наших факторов. То есть, программы наши, рассчитанные на многолетнюю модернизацию, работают и на территории края, я бы не заметил, в чем-то мы остановились в развитии нашей энергетики. Энергетика развивается, подчеркиваю, она энергоизбыточна и будет обеспечивать развитие производства цветных металлов, золота на территории края для обеспечения потребностей как России, так и для реализации этих металлов в наших дружественных странах. А то, что касается развития отрасли ЖКХ в Красноярском крае, нуждается ли она в модернизации? И на каких изменениях намерены сосредоточиться власти региона? В Красноярском крае, как и во всей России, естественно, работают различные программы модернизации развития отрасли ЖКХ. Главной проблемой этой отрасли является большая изношенность сетевого хозяйства, недостаточные вопросы качества обеспечения населения водой питьевого качества. Поэтому в крае работает программа развития и реформирования ЖКХ в крае. В крае участвует во всероссийской программе «Чистая вода», то есть строительство новых объектов водоснабжения, строительство очистных сооружений. Край начал серьезно заниматься строительством локальных очистных сооружений в малых населенных пунктах, где никогда не было очистных сооружений, поскольку там и сетевого хозяйства не было. В крае идет большой снос ветхого аварийного жилья в рамках реализации поручения президента нашей страны Владимира Владимировича Путина. И край рассчитывает на продолжение всех этих программ в будущем. Во всяком случае, сегодня в законодательном собрании обсуждается проект бюджета на 2023 год и перспективы 2024-2025 год. И в этом бюджете, естественно, необходимые средства закладываются для реализации и развития тех намеченных задач при формировании и развитии жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края. Спасибо, Анатолий Иванович. Желаем вам результативной работы в рамках форума. На наши вопросы в прямом эфире отвечал советник губернатора Красноярского края Анатолий Матюшин. Анатолий Матюшин